40 лет я ждал, терпел. И вот сейчас я 15 лет наслаждаюсь. Я, господин, в своей сфере. Меня знает вся планета. Вся планета. Поезжайте в Чили или в Индонезию, Зюганов не поймут, что это такое, Явлинский. Называйте Жириновский, вам скажут, знаем такого. Летят перелетные птицы, По тени дари голубой. Летят они в жаркие страны, А я остаюсь со с тобой. А я остаюсь со с тобою, Родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, Яфрика мне не нужна. Пускай утопал я в болотах, Пускай замерзал я на льду, Но если ты скажешь мне слово, Я снова все это пройду. Надежды свои и желания Связал я навеки с тобой, С твоею суровой и ясной, С твоею завидной судьбой. Я действительно демократ внутри. Человек, который хочет свободы для других. Поэтому главная свобода. А зажать кровью, захватить власть, Это самая легкая в жизни война и революция. Самая легкая. Это обеспечить благополучие без крови, Это подвиг. Поэтому я не черевара. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, Что без насилия ничего сделать нельзя. Летят перелетные птицы, Жекшее лето и встать. Летят они в жаркие страны, А я не хочу летать. А я остаюсь со собою, Родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, Чужая земля ненужна. Я сам родился. В доме родился. И дядя Ваня, Богомазов, Кухонным ножом мне отрезал пуповину. И когда я в бане смотрю на пуповины других, Кто родился в больнице, Моя пуповина куда лучше, чем их. Вот, значит, умение. Инженер, русский инженер. Железнодорожник. Первый раз принимал роды И грязным кухонным ножом отрезал мне всё. Для меня всё тяжёлое в жизни Со дня рождения. Ведь отец не думал о рождении ребёнка. Матери хотелось. Измученные русские женщины пытаются удержать мужа, мужчину, через ребёнка. И тебе не нужно что-то ребёнок. Зачем? Она устала. Пятеро было уже. Нечем кормить. Всю Россию объехали. Потому что первый муж мамы был чекист. Их переводили по разным точкам постоянно. А туда оказались, мы приехали в Алмату, строили Турксиб. Туркестан, Сибирскую железнодорогу. Муж старшей сестры и матери был железнодорожником. Он до дня смерти работал начальником планового отдела Турксиба. Иван Фёдорович Богомазов. Он после войны многие выпивали. И мы жили в общей квартире. И я помню, как он мне было лет 10-11 звал на кухню. С женой плохие отношения. То есть я видел жизнь русской семьи с детства. Как все ругаются. Как все друга не любят. Все эти скандалы, распри. Начало рак. Рак появился только тогда. Страшная болезнь. Все боялись. И в городе были надписи. Не бойтесь. Рак не заразен. Не бойтесь ухаживать за больным раком. И вот дядя умер от рака. У него был рак желудка. Он умирал. Это были первые похороны, в которых я участвовал. Мне 12 лет. Я первый раз все это видел. Гроб. Наш родственник. Зима. Холодно. То есть я с детства шел по войне. Социальная озабоченность была. С самого момента. То есть я в утробе мучился, когда родители решали рожать, не рожать. Это же дети чувствуют. Живой организм. Через мать все это переходит. Макарова она. У нас по линии бабушки фамилия Сергучевы Макаровой. Бабушка, возьмите. Девять детей было у бабушки. Трое умерли. Четверо. Пятеро остались. Моя мать, еще две сестры, еще два брата. И вот их скитание. И хорошо пожили. Восемьдесят лет в среднем все жили. Несмотря на все революции, войны, они прошли три революции русских. Три войны голодали беженцы, беспризорники. Вот беспризорники. Тетка была беспризорник и дядька. Потому что старшая сестра успела выйти замуж. Эбая мать. Остальные на улицу. Тетка три раза в тюрьме сидела. За что? Первый раз пришла домой, одела платье старшей сестры, тети Вали. Пошла на танцы. Та пришла домой, платья нет. Ей сказали, Нюра одела платье. Она в милицию. И тетку в тюрьму. Три года. Ну что за времена? Второй раз ее посадили. Это я уже видел. Она на рынке торговала маслом. Шла на станции под Алматой. Там масло дешевле. В городе дороже. Другая уже родственница. Жена ее брата. В милицию. Сообщает, ее сажают. Спекуляции. Третий раз. Она свинарка. Я к ней приезжал. Видел этих поросят. Катался на лошади. Проверяют ревизию. Не хватает поросят. Где поросят? Она говорит, вот записки. Директор совхоза. Анна, отдай поросенка такому-то. Отдай такому-то. А потом ревизия. Анну в тюрьму. Три года. Ну что? Вот за что? Вот так вот. То есть все было. Огромная история за сто лет. Участники войны. Мой старший брат, ему 75 лет. Он участник Отечественной войны. Павел Петр Павлович Макаров. Политрук. 6 декабря погиб под Москвой. Эта дивизия пришла из Дюшанбе. Это они вот, панфиловцы. Это все вот это вот азиатские дивизии. Сибирские, азиатские спасли Москву. И он погиб. А подробностями жизни и гибели отца вы интересовались? Он не погиб. Нету свидетельства о смерти. Он уехал в день моего рождения. Это были польские беженцы. В основном евреи. Вот они отступали в 1939-м. Немцы наступали. А все беженцы. Но в основном, конечно, евреи боялись. Они все хлынули в Советский Союз. Кто по национальности, точно трудно определить. Но они пришли из Польши. Сталин их прогнал дальше. Туда. В Алмату. Там они жили. Он был с хорошим образованием. Окончил в Сарбону два факультета. Юридический и лесной. То есть экология. Тогда он уже понимал. Это было до войны еще. 35-й год приблизительно. И вот потом в 1939-м он оказался там. И познакомился, поскольку работал юрисконсультом в отделе, где начальником был первый муж матери. И он умер когда? А он по общественной линии, в правкоме там где-то был, навещал вдову. Так они познакомились. Через два года в 1945-м поженились. В 1946-м я родился. А Сталин говорит обратно. Зачем обратно? Ну они же жители Польши, граждане Польши. И обратно их отправляют. Ишелон формирует в день моего рождения. Ну как назло. Мне родиться, и вот мать переживает, она знает, что отец уезжает. Ишелон уходит. И послали курьера, и отцу успели сообщить. У тебя родился сын. Все. И он стоял почти плакал. Что он любил мою мать, меня любил, и нужно уезжать. Навсегда. Навсегда. Это был 25-й апреля 1946-го года. Они переписывались. В августе мама поехала. Трехмесячного повезла ему туда. Показала. Он просил ее остаться в Варшаве. Но здесь же остальные дети. Русская женщина, мать, патриот. Как она останется? Она пошла в наше посольство советское. Говорит, может мы вместе вернемся? И его обратно. Уже не в качестве беженца, а в качестве просто мужа. Они с вами нет. Тебя выпустим обратно, а он не вернется туда. Вот разделил Сталин нас. Ну почему нельзя было ему вернуться, моему отцу, обратно? Он остался. И поскольку плохо было в Варшаве, и многие уезжали в Америку. Это эмиграция в Америку, пусть военная. И он мечтал уехать тоже туда. Жить в Америке. И следы потерялись с сентября 46-го года. Он писал несколько писем. Но сам написал, я говорю, боюсь тебе писать, потому что все, кто имел переписку за границей, им было плохо. ЧК следила за этим делом, и он перестал писать. Все. И все кануло. Все кануло. И вы в Казахстане пошли в детский сад и в школу, да? В детские ясли круглосуточные. Пять дней. Маленький ребенок, два года. Нас будили ночью помочиться. Для чего? Потому что все мочились в кроватке, и нянечкам было тяжело утром сушить белье. Нас укладывали в 9, в 11 будили. Мы все мочились, потом снова ложились спать. Меня это раздражало. Самый детский сон. Только мы заснули, и вот чтобы им лень утром сушить наши простыни, а и нас будят. Но это первая эротика пошла. Они стали два ведра. То ведро слева для девочек, справа для мальчиков. Сонные мы шли мочиться в наше ведро, но неволе смотрели туда. Там девочки. Нас уже разделили как-то. Это первое эротическое антивоспитание. Совместное, так сказать, отправление естественных надобностей. До сих пор помню тот испуг. Большая комната, нас третий человек спим, а моя кроватка у окна. Вот сейчас самолет, я не боюсь его, хотя это высота. А дам мне два года, я лежу два года, и ночь, и вдруг кто-то стучит около веранды, выход на, ну, на первом этаже, на веранду. Пьяный мужик забрел на территории детского сада и что-то пытается войти, думает, дом какой-то. Я испугался, все спят. До сих пор я этого стука боюсь, и я как бы вздрагиваю, я плохо сплю, потому что 50 лет, это помню стук. Первый стук маленького ребенка, который и так тяжело, и так все плохо. И тут ночью вот какой-то мужик стучится, дождь идет, все. И я ждал домой, когда возьмут. Пять дней среди детей тяжело двухлетнему мальчику. А потом детский сад. Я себя вел плохо. Шумел, так нецензурные слова употреблял. Я был в хватке. Я не знал, что это нецензурные. Я слышал, что взрослые говорят. Я их повторяю. Это была форма учебы. А одна воспитательница на 30 человек, они как бы боятся, что это будет дальше идти. И заставили забрать меня и исключили из детского сада в апреле 1953 года. 5 марта, я помню, 5 марта умер Сталин. И моя первая как бы социальная акция. Я иду по кольдору детского сада и внутренний протест. Нам 6 лет, мы дети, что они собрались у репродуктора, стоят и плачут. В какой-то Москве, для нас это был далекий город, умер какой-то дядя. Мы дети, они должны за нами следить. Вот это социальная заботность. Я понимал, что они за нами должны следить. Они нас всех бросили и слушают информацию из Москвы. Умер. Да, лампочки было, какой-то Сталин, откуда мы знаем, 6 лет. В детском саду я научился, как лучше поесть. Нас заставляли разгружать арбузы. Если арбуз лопался, то можно было его взять и съесть. Так мы его так катали, арбузы, чтобы некоторые арбузы лопались. И потом нам их отдавали, мы их ели. То есть 6 лет я был в детских учреждениях, а последний год перед школой вольный казах. Меня всю жизнь не любят, потому что я больше знал уже с детства. Я был более самостоятельный, я готов вступить в любой спорт. То же самое в школе было потом. Меня за это исключали и школы раза три, на три дня. А били? Я спорил. Били кто постарше там. Тоже были недовольны. Я тоже как-то себя отдельно держал. Вот так не было, чтобы избивали, но все равно какое-то насилие было. То есть я был всегда ну как бы на виду. Меня выдвигали, я сам себя не выдвигал. И староста, и комсоргом, и совета отряда, рационализатор, главный редактор газеты. То есть общественная работа была в загрузку. Я все сам учился. Я сам книги покупал. Я шел и видел книги основы политических знаний, основы экономических знаний, основы философии. Я покупал эти книги. Не для диктивы, не стихи. Я шел с опережением. С опережением. Подворовывал. Для интересов. У меня не было желания воровать. Но я, когда мы шли воровать яблоки, я набирал самые лучшие. Я был смелее. Я пробирался. Рядом был сад, бабка собирала лучшие яблочки. И на столик посушить, солнышко. И уходила домой. Ребята воровали здесь. А я пробирался через кусты к этому столику, забирал эти лучшие яблочки. Это опять всех раздражало, мальчиков. У них гнилые, битые, а у меня самые лучшие. Когда мы шли куда-нибудь на ярмарку, я залезал в павильон, и там сквозь щели проваливались яблоки, груши. Я опять был смелее. Быстрее это делал. То есть мне завидовали. Я все делал лучше. Даже вот в этом воровстве мелком, детском, но я это делал лучше. Больше у меня было. Кроликов у меня было больше. Голубей у меня было больше. Я умел ухаживать. Еще один случай. Мы коз покупали, и нас кинули на рынки. Мы хотели купить козла и козу, чтобы было молочко. Но голодное детство. Нам подсунули два козла. Мы же не могли ли забраться, где коза, где козел. Целый год мы ждали, когда будет молоко. Надо, чтобы козел-то потрахал козу, да козленок родился. После этого молоко. А ничего не получается. Два козника. Бабка, она как крестьянка, пришла да пощупала. Говорит, оба. Нашла эти яйца у обоих козников. Говорит, у вас два козла, у вас козы нет. Так я опять же пошел на рынок и продал их так же, как козу и козника. Нас кинули, и я кинул. Вот уже внизу Багдад. Вот их поля. Вот мирная страна. Вот наш автобус Москва-Багдад спускается. Через 10 минут мы будем в Межрадом аэропорту Багдада. Вот нас ждут здесь. Мы везем лекарства. Вот мы скорая помощь. Когда-то скорая помощь в Алма-Ате опоздала принять меня, а я через 50 лет везу полный самолет лекарств другим страдающим, которые умирают сегодня. 400 детей иракцев умрут сегодня. Потому что им не хватает лекарств. И вот мы их везем, эти лекарства им. Детям Багдада. Все хорошо. Молодцы. Молодцы, ребята. В США в рак. А в любой религии. Вот мы сегодня здесь, в центре Багдада. Перед вами древнейший город и почти 25 миллионов народ Ирака. И у нас могли бы быть очень хорошие отношения с этой страной. Но уже 10 лет народ Ирака и вся страна находится в тяжелейшей блокаде. Не летают самолеты, не хватает продовольствия и медикаментов. А мы могли бы здесь строить и железные дороги, и новые заводы, тоннели, мосты, нефтедобыча, построить новые вышки, качать огромное количество нефти. Это богатейшие ресурсы здесь. Нефти больше, чем в любой стране мира. И зарабатывать здесь деньги не надо мерзнуть в Приморье, на Камчатке, на Сахалине, где-нибудь там, в Тюмени, в Сибири. Вот здесь огромная страна, и здесь могли бы работать сотни тысяч наших людей. Сотни тысяч. Здесь нас любят, знают русский язык, готовы его учить. И у нас готовы покупать все. Каждый день. Там могли бы идти эшелоны и фуры, и плыть сухогрузы, поставлять наше оборудование. И наше правительство должно этим заниматься. Должно... Министры русские должны не вылезать отсюда из Багдада. Они катаются по Семерке, там, Парижский клуб, и как нищие там стоят, клянчат тощие доллары. А здесь миллиард. Меня узнали, да? Мы знаем, вы из России, вы российский депутат. Мы знаем, что вы помогаете... Да, мы поддерживаем Ирак. Вот здесь мы должны работать. И наш президент должен сюда приехать, и депутаты должны приезжать сюда, и наши военные специалисты должны приезжать, и спортсмены. Вот поле работы. Здесь тепло. Есть огромное количество фиников. У нас северная страна, и каждое утро, каждый ребенок российский мог бы получать 50-100 грамм фиников. И дома, и в детском саду, и в детском доме, и в яслях. Вот, пожалуйста, это же готовое питание. На, подари ему. Или ходи, елла. Маечку носи. Хочешь носить. Это сладкое, наверное, да? Ахальвия? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. По всему миру ходят с этими сумками. Обычный гаврош. Грязные руки. Но он улыбается. Он хочет жить. А ему не дают жить. В пятницу бомбили его город. Он мог погибнуть. Такие, как он, здесь умирают 400 человек в день. 400 человек. Не хватает лекарств и питания. Но кому он мешает? Он что, мешает американцам? Он какая-то угроза кому-то в этом мире? Такой же русский мальчишка. Такой же китайский мальчишка. Они все одинаковые дети растут. Потом мы им биваем в голову ненужные мысли. Про коммунизм. Про права человека. Про демократию. И они гибнут как солдаты уже. Сейчас он хочет жить. Просто. Иметь получше обувь. Получше костюмчик. Вранция, чтобы были книги лежали бы. И идти в школу, в школу, в школу. Мы его выталкиваем на улицу. А потом говорим, откуда появляются какие-то люди. Какой-то экстремизм и так далее. Молодец. Помочь ей надо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Нормально все будет. Султаны здесь сидели. Халипат был. Все так же. Тигр течет. Медресе стоит. Мечеть стоит. Дети идут. Рыбаки ловят рыбу. Ничего же не меняется. Человечество так же развивается. Жить да жить. Жить. Без коммунистов. Без евреев. Без журналистов. Тихо, спокойно живем. Три врага в мире есть. Коммунисты, евреи и журналисты. Вот они. Мучают нас всех. Мучают, замучили. Обманывают. Америка враг. Америка враг. США враг. Канада враг. Ну. Ну. Вот. А вы. Вы мирные дети. Они бомбят вас. Негодяи они. Все будет хорошо. Все будет хорошо. То есть, почему у меня хорошо получается в политике? Потому что я продолжаю свое детство. Мне тогда все плохое окружало. И сейчас все плохое. Сам я стал хорошим. В смысле, у меня все есть. Вот я в Багдаде. Вчера в Тегеране. Завтра в Риме. То есть, я все имею. Но мне противно знать, что другие мучаются. Голодают. Замерзают. В этом году замерзло сколько людей. А я пальто не знаю куда деть. Мне жарко. Я, например, раздеваюсь. Я переедаю. Мне тяжело уже есть. Все съел, что есть в мире в этом. Но мне противно, что это для меня. То есть, я не испытываю радости. Я хочу, чтобы это было другим. Но другим не получается. И порог. То есть, тупик. Я знаю, что мы лжем. Все друг другу лжем. Коммунисты лгали про коммунизм. Реформаторы про реформы. Патриоты про русскую идею. Националисты про свой народ. То есть, все врут. Все обманывают. Все остается, как было. Бедные и богатые. Умные и дураки. Удача, неудача. Даже хуже становится. То есть, мы при царе, при коммунистах жили на 20 лет дольше. Сейчас вообще катастрофа. Мы еще и живем плохо, как и тогда. Но еще и короче. Я вспоминаю поговорку, которую мне рассказал один заключенный венгр. Он у нас сидел в Будапеште. Мне назвал три поговорки. Которые он русский язык забыл. А три поговорки эти помнит. В тюрьме его научили. Вот одну я уже сказал. День до ночи, сутки прочь. Хотелось быстрее. Срок, чтобы кончился. Вторая. Жизнь, говорит. Детская рубашка. Короткая и обосранная. И как живешь? Как желудь? Кругом одни дубы. И каждая свиня тебя сажать хочет. Вот философия. Хорошая философия. Правильно. Действительно. Мы желуди все. Кругом одно дубье. Идут свиньи. И любая тебе свинья может сожрать. Вот философия жизни. Я бедный. Шел в школу. Мне холодно. А дети из богатых семей в хороших пальтох, шубках. Им тепло. У них шариковые ручки. А у меня перьевая. Макать в сернильницу. У них дома горячая вода. А у меня нету. На столе полно шоколадных конфет. А у меня нету. Я все думаю. От чего так? Что моя мать хуже всех? Кто? Виноват. И эта политика была уже. В крови. Так все время шло. Истоки это комплексы. Комплекс. Коммуналки. Бедности. Самые младшие по возрасту. В окружении кто-то лучше живет. А ты себя чувствуешь, что ты беднее, слабее. Питание хуже. Спать невозможно. Кальян я курю. Никто не курит. Я один. А вчера водку пил. В Москве. Все. Все удовольствия. Сколько можно уже? Устал от удовольствия. Человек, уставший от удовольствия. Глава очередная в моем романе. Все? Финито? Щукран. Кафи, мой друг, друг мой. Иди ко мне, мой брат. Вот, по-братски все. Нормальные все отношения. Щукран дизерин. Пойду. Потихонечку. Старик, покурили мы с тобой. Побалдели. Все. И спать опять. Стакан гранатового сока. А кое-кто стакан водки там в Москве. А мне нравится гранатовый сок. Попил и хорошо. Кофе выпил. Теперь не заснул. Давай. Спи, дорогой. Женская компания. Нельзя. У них это нельзя. Вот я был в камнировке в Закарпатье. До сих пор помню ту крестьянскую девушку. Мне было... Может быть, один раз за 10 лет появилось здоровое сексуальное влечение. С утра мне поставили на стол. Они там забитые куры, зайцы. Что у них? Крестьянская пища. Но она здоровая, потому что мяса много. Свинина там. Овощи. И по обычаю коньяк поставил. Я не пил вообще никогда с утра. А тут коньяк с утра. Старик со старухой и невестка. А муж на заработка где-то. Все. И вот выпили тоже. Закусили. А я еще был сравнительно моложе, чем сейчас. Лет 20 назад-то был. Из Закарпатья первый раз. Лето. Я шел пешком в деревню. Автобус не ходит. Мне так нравилось. Свобода. Никого нет. Москва далеко. Я иду спокойненько. Один. Сам. И вот я нашел этот адрес. Все. Мы познакомились. И вот там я переночевал. А утром вот завтрак такой крестьянский. Говорит, позавтракаем. Ну, я думал, там творожочек, яичко и все. Навалил на стол всего там. И коньяк еще поставил. А сам не ест не пьет. Старик уже. А мне нечего делать. Я ел, пил. Они во двор ушли, а невестка убирает с стола. Она около меня прям убирает. Я так чувствую. Взял ее, осмелел, руку пощупал. Она только около меня же чашки стоят. Все убирает. Крестьянская кожа. Грубоватая, но женская кожа. В платьице она все. Еще я выпил, обнаглел, стал ее всю так ощупывать. Она в одном платье. Внизу ничего нет. Ни бюстгальтера, ни трусиков. Ничего нет. И лето как-то жарко. Чужой дом. Все чужое. Спросил где, куда, чего. А старики там хлопочут. Там кур гоняют. Там что-то все ушли. Они никого нет. Крестьянская изба. И вот я возбудился. И на этот крестьянский запах. На эту кожу, так сказать. Мне никакой косметики близко. Она не знает, что это такое. Может, она и хотела бы, она просто не знает. У них этого нету просто. Вот и я получил удовольствие. Потому что что-то такое было. Чисто такое. Что я мужчина, а она девушка. И она молчит. Она не сопротивляется. Не было такого. Что вы. Да первый раз. Да как может. Городские начинают. Потому что она тоже, видимо, давно уже без мужа. Там же в деревне не загуляешь. Никого нет. А он давно на заработках. Появляется ему там раз в год. И наоборот. До сих пор, помню, в Москве привел одну. Тоже давно это было. Ну, домой к себе. Тоже познакомились. До сих пор я помню этот запах известки. Бедная, несчастная девушка. Она, кажется, маляром работает. Видимо, из лимитчиков. Там, не знаю. Или просто, может, даже москвичка. То есть, сколько она косметики не вливала. Но каждый день она занимается побелкой. И это вот... Я пытался ее поцеловать здесь вот в шею. Видимо, это сыпется, это известка там. Занимается зачисткой. И стоит стойкий запах известки. То есть, это вот... Женщины многие не понимают. Мужчина тоже тонкая психологическая натура. Один раз он какой-то запах может почувствовать. И он с этой женщиной никогда ничего не сможет сделать. А упаси бога, если не муж и жена. Да? Поэтому это тоже имеет значение. Это не шутка. Это не просто так вот. Вот, мол, давайте косметику. Давайте косметику, и будут половина мужчины патенты. Или будут... Все браки будут расторгнуты. Он не сможет, не хочет. На него этот запах вредно действует. Как и цвет. Как и цвет. У меня был с женой спор в спальне. Я говорю, цвет... Я говорю, вот шторы только... Ну, я говорю, желтые. Ну, там что-нибудь такое... Синие, да. Она розовая. Вот она любит розовые. Она купила розовые. Но в этой спальне ей со мной спать. И что дальше? Отношения резко ухудшились. Ее женское причудо. Нет, я сделаю, как я хочу. Мол, я за хозяйством слежу. Я решу. Ну, реши. Ну, ты с кем в этой спальне спишь? Ты об этом подумаешь? С кем? Ну, останься с куклой. Позови подругу. И вот у тебя будут розовые шторы. То есть, у женщины нет стратегического мышления. А дальше что? Да, вот эти духи хорошо. Эта косметика хорошо. Эта одежда хорошо. Эта шторы. А с кем? А дальше-то с кем? И с кем все разрушается? Вот проблема. Сейчас все у меня уже ушло. То есть, я говорю про воспоминание молодости. Сейчас и та крестьянская девушка меня не возбудит. Вот я вообще одно время заставил убрать тюль. Не люблю двойные шторы. Но когда убрали тюль, действительно, голые окна, я хожу, и издалека видно при освещении зимой. Не люблю. Это вот женский вариант. Тюль и еще шторы, и еще эти карнизы. Это все чушь. Это убирать нужно. Ковры не люблю. Все ковры мне дарят, они свернуты вон там, на сладе лежат. Вот паркеты, все. И если бы здесь не я был командиром, уже бы застали сделать ремонт. А мне нравятся эти вот черные разводы. Это жизнь. Ходят. У женщин, в чем отличие? Она искусственная. Вот красивая салфеточка, рюшечки, стоят все чистенькие. А чего вы нас так не любите, скажите? С детства, потому что вы меня вот такой вот в колпак взяли. Бабушки, тетушки, сестры. Я люблю, я люблю издалека. Издалека люблю. Это плюс. Может быть, вам просто не попалась ваша женщина? Нет, ну посмотрите, что в стране происходит. Ну посмотрите, мужик под каблуком. Есть полно хороших женщин. Я говорю о проблеме. Гибнет славянское православное общество из-за этого. Что здесь мужчина под каблуком у женщины. Вот Горбачев избавился от жены и ходит довольный. Наконец он свободен. Он счастлив сейчас. Горбачев. Я его сколько раз видел сейчас, в 70-летие. Он счастлив. Он просто, вторая жизнь у него. Она его держала под каблуком. А дочь еще боится. Ей еще рано. Она как бы зависит полностью от отца. То есть он наконец... Вот сейчас он живет в 70 лет. Освободившись от змеи жены. От КПСС, от змеи. От страны, от всего. Вот только сейчас он начинает жить нормально. У него все есть. Он успокоился. У него есть свой фонд. Вот сейчас он как личность. Тогда он был на привязи. Крепостной был. Вообще он не получил свободу. В 70 лет. Если у него был бы сын, история страны была бы всем по-другому. Ну хорошо, Борис Николаевич. То же самое. Две дочери. Две дочери. Две стерви, которые его задушили. Отца старика. Задушили. И он вырывался и кромсал страну. В отместку за издевательство дома на Иосифовну. Это же... Это кажется... На виду мы все совсем другие. Как не можете понять? Резкое различие человека в обществе и дома. Это совершенно два разных человека. Дома это сатрапы. Это негодяй. А на людях все хорошие. Тихие, культурные. Ну какие они просто... Ну паинька. И это не холостяка, а комплексы. Таким должен быть человек. Нормальный человек должен жить один. Когда колхоз, когда эти бегают дети, жена, родственники. Коммуналка нас погубила. Мой мир естественный. Но когда вы меня пытаетесь обвинить, что я там как-то не так к женщинам отношусь. К ним так относятся все мужчины мира. Все мужчины. Вас до сих пор обманывают. Когда вам говорят, что любят, вам лгут все мужчины мира. Всегда лгут. Я один вам говорю правду на всю планету. Все мужчины вас ненавидят, женщины. Ненавидят вас. Потому что вы мешаете развиваться мужчине. Когда он хочет вас, вас нету. Он вас покупает. Своим положением, деньгами, страхом вашим остаться одной. Остаться с ребенком. Это все мужчины мира, все преступления в мире совершаются из-за женщин. Все. А как вы думаете, жена, она счастлива с вами? Нет, несчастна. Ну какое счастье? Я же ее игнорирую. Мне некогда ее заниматься. Все ее привычки дурацкие. 30 лет в голове эта дурацкая фраза. Сапоги, шуба. Сапоги, шуба. Все, что интересует. Сапоги, шуба. Сапоги, шуба. Уже 100 пар сапог у нее и 20 шуб, и все одно и то же. Еще что-нибудь? Я ей говорю, открой Пушкина, сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о рыбаке и рыбке. Вот ваше участь всех женщин. Вам одно кольцо, еще одно, еще одно. На всех пальцах вы поставите. На ногах, на руках, все. Здесь навешивайте везде. Косметика, все, выложи. Мало, мало. Никогда ни одна женщина не скажет, хватит. Никогда. Хоть в постели, хоть за столом, хоть в магазине. Еще, еще, еще. И вы уничтожаете. И войны начинаются из-за вас. Все, все. И конфликт. Пошел не в тех отношениях. Давайте познакомимся поближе. Давайте еще встретимся. Пойдем в Пурчинский музей. Сходим в Третьяковскую галерею. Там что-то я куплю. Не все, и конец. Я бросаю работу и хожу около Киры. Около нее хожу. Туда-сюда. Нет. 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 Вас обидела женщина? Жизнь обидела всех мужчин планеты. Причем из меня. Вчера я был в Долсе, там было 100 девушек. С любой я мог. С любой. Вон там ВИП был. А зачем же вам? Вы же избиратель. Вот именно. Зачем вам? Вот я говорю, мне не надо. Мне то не обижают. Все, что я могу взять в этой жизни, я взял уже 5 раз. Мне не надо это ничего. Я философствую, я наблюдаю планету. Я вижу деградацию мужчин. Они недовольны. Они, чтобы начать разговаривать с женщиной, он выпивает сперва. Выпивает. Он не может на трезвую голову с ней разговаривать. Вот в чем проблема. Скажите, пожалуйста, вы выпиваете? Обязательно. Скажи, Андрюша. Перестань, не подать. Скажи, Андрюша. И до или после. Обязательно. Обязательно. Иначе противно просто становится. Вы этого не знаете ничего. Вы этого ничего не знаете просто. Да. Я на ней обижаю. Вот, вот, вот. Палюль, потому что вы уходите. Я бы получал удовольствие, хотел бы по психиатрической болезни, в больнице там одни женщины лежали бы. Все, психушку загонять. Они зряют и все, и переживают. Вот я лучше всего для мужчин для здоровья. Заходите в палату, и там лежат женщины подряд. Одни женщины. Вся психушка одни женщины. Все. Все. Вот. Это вот для здоровья для меня. Я бы получал максимум допинга. Я бы наслаждался, когда они все в психушке. Вспоминайте, как вы мучили своих мужей, загнали их всех. Ведь вы же уничтожаете. На 10 лет живут меньше. И на 10 миллионов меньше мужчин в России. Русские, российские женщины загнали в могилу 10 миллионов мужчин. Этого Гитлер не сделал. Этого Ельцин не сделал. Дома вы загонять. Дома вы чуть-чуть, чуть-чуть. Не так сделал. Туда пошел. Мало денег. Не то одел. Не тот костюм. Не тот цвет. Купи. Продай. Сходи. Где? Сапоги. Косметика. Завези. Не завезли. Моды. Театр. И пошло. И поехало. И пошло. Шермет мне звонит. Говорит, 8 марта приходи в спектакль. Андрюша. С женой. Противно. Вот я могу прийти к нему и сорвать спектакль. А сидеть с женой в первом ряду и наслаждаться смотреть, как они Андрюшу загубили в 40 лет. Они же. Мамочка. С такой мамочкой жить вообще дня нельзя даже. Ее послушать со сцены, я понимаю, как это зверь. Что это человек. Я вспоминаю их монологи. В детстве все боялись ее, эту Миронову. Минакер, она погребила его. Она обоих в могилу загнала. Что только по сцене, что она говорила, ясно, что дома она не могла остановиться. Все равно она не могла остановиться и дома. Может даже была нежная, ласково любящая. Она обоих загнала в могилу. Как моя двородная сестра. И муж в могиле, и два сына. Троих уничтожила. Стерва. Я с детства видел ее стервотный характер. Ненависть к мужчинам и ко всему, как она хочет. Она одна теперь, одна. И три холмика. А она наслаждается жизнью. Она пенсионерка, у нее четырехкомнатная квартира осталась. Это он муж заработал. Ее сыновья. Она одна будет жить еще 20 лет. Раньше в 80 не сдохнет. 80 лет проживет. А сыновья и муж уже сгниют там. В психушку. Кого? Нас? Женские психиатрические больницы по всей стране. В каждой области. Я согласна. И мужчины оздоровятся. В леске рядом с нашей палатой будет мужская. А, во-во-во-во-во-во-во-во-во. В монастыри и в психиатрические больницы. И что будет? Ну, чтобы оздоровить мужское население. Зачем? Вы встанали дома. Дома вы стонете все время нам что-то рассказывать. Женщины? Вам плохие попадались. Причем они попадались? Попадались. У меня всего одна. И далеко от меня живет. Я ее тещу выдержал только три года, не больше. Ну, тут я вас понимаю. Чуть сдвинем, а там что-то положим. Сейчас я с меня сбежал, начинаю давать советы. Значит, мне нужны все. Тесть пришел. Давайте выездить вот так. Вот сюда. Вы что делаете? Я хочу переодеться. Дверь закрыл. Теща ходит злая. Чего он двери закрывает? Ну, что, должен переодеваться? Ну, дикость такая. Ну, дикость. Ну, что за жизнь? Это все они делают. И они всех погубили. Тесть умер. Теща жива. Да? Все. Все сдохнут. Они будут жить. И моя жена, и теща. И все будут жить. А все мужики на кладбище. На кладбище. На кладбище. А все по-хорошему. Ну, интеллигентная семья. Все хорошо. Но она от тестя наживала моей тещу дурень каждый день пять раз. Дурень. Ты дурень. Ты дурень. А так он капитан первого ранга. Все. Под козырек. Все. Ну, дома-то я слышал, как они называли? Дурень. 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 Это любовь с ума сойдет. А вас как с ума? Никак. Попробуй, как назови. Никак называют. Все. Близко нет даже. Однажды она что-то там не так сказала. Я взял лыжную палку, как долбанул по полу. И она обиделась. А что обижаться-то? Ну, не стойте около меня. Вы видите, я не хочу вас слышать и видеть. Трехкомнатная квартира уже. Уже не теща. Все. И все равно вот надо бубнить, бубнить, бубнить. Даже голос возражает. Как можно громко разговаривать? Женщина громко разговаривает. Ну, нельзя. Должна быть ниже на тон мужчины обязательно. Обязательно ниже. Она громко все и долго. И не смотрит на человека. Она не понимает, что он уже не хочет слышать ее. Она продолжает говорить, говорить. А голос почти мужской такой, командный. То есть бывает какая проблема? Девочки рождаются с характером отца. А мальчики с характером матери. И все. Это страшно. Вот что самое страшное. Когда в мужской организм закладывается характер женщины, а в женщину характер мужчины. И она начинает повелевать, властвовать. А на самом деле-то она женщина. Она забывает о том, что она женщина. Вот в чем проблема. Пишите в нашу пракцию. Пишите. К нам. Не верю. Не верю. Не писали. Не писали. Молодец. Молодец. Хорошая, чистая. Ну напишите. Вы пишите. Пишите, пожалуйста. Напиши письмо, вы поможете. Что-то поможет, что-то сделаем. Дай есть деньги, дай бабушке, для деньги. Давай, все, можно, все, отправление полюбим. Береги хорошее время. Сейчас, сейчас. Давай. Все, что-то, что-то. Сейчас, все. Вот мой поезд идет. Это ни одна партия в мире нет таких поездов. Я ползу по стране уже десятки раз. Я плыл на теплоходах, а летел на самолетах. То есть я сделал очень много как лидер партии. Но мне жалко людей. Вы же видели вот сейчас Красный Узел? Ну какие стоят изможденные. Ведь при царе сто лет назад так же было. Ровно сто лет. Но тогда, сто лет назад, начальник станции был, дородный, в красивом мундире. Сейчас стоит обетшалый там эта женщина, она начальник станции. Там был инженер. Шел инженер по городу, все знали инженер. Чиновник тоже был. А сейчас-то, то есть беднота осталась. Но интеллигенция-то вся такая вшивая, такая вся, еле живая. Школы какие, посмотрите. То есть коммунисты дважды обманули. Все плохое, что было, они оставили и добавили еще свое. Вот это вызывает такое неприятие их. А самое главное, они сохраняют название. Как бы продолжается политический наркотик. Ведь наркотик чем опасен? Человек привыкает, пока он не умрет, он не освоится от этого. Ему нужна еще доза, еще доза. Вот коммунистический наркотик этим опасен. Я был у Люпена осенью. Мне понравилось. Ну, конечно, жадные французы. На стол он ничего не накрыл. У нас только русская душа. Давай сразу все. Дал там немножко вина. Мне это не надо, я знал так и заранее пообедал. Но фраза мне его понравилась. Мы поговорили с ним о делах, политические дела. И вот проблема его Франции. Он говорит, все беды Франции, куда ни посмотрю, во власти везде. Или коммунисты, или сионисты, или гомосексуалисты. Все. Все Франции руководят эти три категории людей. То есть, или фальшивая страшная идеология, коммунист, или люди определенной национальности, евреи и французские, или люди другой сексуальной ориентации. То есть, нормальный француз, здоровый, патриот, нигде во власти его близко нет. И у нас так же. Я подумал, а у нас ведь то же самое. И у нас то же самое сегодня. То есть, французу, он раньше меня в политике на 40 лет. То есть, ему уже под 70, иначе он раньше меня на 30 лет. То есть, у меня стаж 12 лет, у него 40 лет. Но он к этому выводу пришел вот сейчас. А у нас то все то же самое. Три категории. Что евреи учат экономики, они хорошо разбираются. А другая ориентация учит демократии, потому что они защищают свои права. А если уберем этих людей, остаться только левые, это страшно будет. У нас 20 были левые. Ведь коммунисты, они евреев прижимали. У нас был государственный антисемитизм. На работу почти трудно было поступить высоко. Парикмахер, официант, маникюр, педикюр. А туда наверх пробиться тяжело было. Другой ориентацией вообще считалось в тюрьму. Поэтому правили левые, что мы... Рухнула страна. То есть, Франция-то не рухнула. То есть, Францию спасли как раз евреи, и люди другой ориентации, половой. У нас это все было в загоне, поэтому однополярный мир внутри России, однополярный, он рухнул. Было бы три центра, было бы лучше. Не понимают, что коммунизм невозможен. Можете продолжать верить в эту сказку? Я не был. Если был бы, так что не сохранили? Да кто? Вот видишь, бабушка, она не поняла до сих пор. Прожила свою жизнь, не поняла. Не поняла. Все, что было, хорошее было. А кто развалил? Кто? Горбачев. Генеральный секретарь ЦК КПСС. Сейчас Ельцин, член ЦК КПСС, Черномырдин, член ЦК КПСС, комсомолец Кириенко, комсомолец Немцов. Кто в Чечне воюет сейчас? Басаев, комсомолец. Комсомолец Басаев. Коммунист Дудаев. Коммунист Масхадов. А? Не поняли спор, кто это все делает? Вот и плохо. Что проживете целую жизнь, вас обманывают по сто лет, и вы все еще не понимаете. Все не понимаете, кто обманывает. Никакого коммунизма. Забудьте раз и навсегда. Это болезнь. Шизофрения политическая. Самое плохое впечатление от Ельцина. То есть он неуправляемый изначально. То есть он не способен воспринимать. И это отпечаток профессии. Строители всегда были самые такие тупые. Это кто? А, на стройке работает мужик. То есть самая тупая работа, стройка. Сам это матер, все из колонии туда. И куда на работу? На стройку всегда возьмут. Вот по детству я знаю. Любая работа, трудно найти. На стройку, через два часа уже приступают к работе. Через полчаса. То есть стройка отупляет человека. Как и Горбачев. Опять аграрий. Опять город и деревня всегда будут отличаться. Деревня, как бы я не любил деревенскую идиллию, но там нельзя среди кур и индюков стать высокообразованным человеком. Даже если у отца сельский учитель будет полная библиотека. Тупизна. Деревни всегда отупляют. Вот дорога, разбито все. Коромысло, бабы, самогон. Там не может быть культуры. Это автоматом все идет. Вот Горбачев из села. Тупизна. Ельцин тупой не только потому, что строитель. Урал. 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 Там огромное количество залежей под землей. Это кладовая страны. Там огромное магнитное поле. Там вообще тупое население. Там дебилы живут. Вот как Перми. До Екатеринбурга это страшное, это население дебильное. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, он тупой, до упора. С ним разговариваешь, пермяк, он стоит и на такой ступленно смотрит, что это уже не Ленинград, не Саратов. Я же объехал всю страну. Меня поймите. Я 40 лет езжу по стране. Более тупого населения, чем на Урале, нет. И вот там родился Ельцин. Но он же мудрый. В чем мудрость? Ну в чем мудрость? Погубили страну. Какая мудрость? Ну разворовали страну мудрость. Вы знаете, сколько у дочери денег там за рубежом? От 30 до 90 миллиардов долларов. Ведь культурный человек этого не сделает. Эти точно знают, да. Телбот нас курирует. Телбот, негодяй, американец. Бывший посол здесь у нас. Вот сейчас Бородина допрашивают там в Америке. Как раз вот и уточняют точные размеры активов и где находятся. Хотя где находятся, знают они. От 30 до 90 миллиардов. То есть воруют все вожди. Все президенты воруют. И Клинтон украл из Белого дома все вывесы. Картины и унитазы. Укажем по трактору, укажем на мороженое. Тебе дать на мороженое? На. Вот смотрите. Вот он стоит, да, 16 лет. Я ему даю деньги, он не берет. Как же он будет работать? Он стесняется. Да откуда? Кто приучил так? Мама. Папы нету? Нет. А что он так делает? Папа, что он денег? Что зарабатывает? И что он дальше будет? И честный будет умирать, да? Нет денег, нет денег. Вот возьми 10 и к вечеру, чтоб было 20. Вот на, дядя, 10. Вечером сделает. Вот он не может. Не хочу, не могу. Вот на, вот она берет, смотрите. На, на лекарство. Не хочу, не знаю, не умею. Никогда не научишь работать. Ему дают деньги, он не надо, не надо. А вы честно зарабатываете? Я говорю, честно умрете. Денег не бывает честных. Все деньги воровские. Во всем мире, во всем мире. Весь мир ворует. Это вас коммунисты научили только так говорить. В головке отходят. Весь мир ворует. Весь мир. Весь мир. Москва, все думаете, такая она богата. А что, на собственные деньги? Всю страну. Деньги взяли, все страны, и все держат в Москве. Вот и все. Вот Путин мне нравится тем. Все-таки это Петербург. Там даже самые, как говорится, ну, из самых низов города, все-таки, когда человек ходит по Невскому, и Русский музей, и Мариинка, то есть он воспитан уже по-другому всем. Заслуженный юрист Российской Федерации, Жириновскому Владимиру Больфовичу, заместителю председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В стране Конституция, и принято очень много новых законов для новой России, но я считаю, что все юристы страны, депутаты всех уровней, а это сотни тысяч людей, могут, хотят и, наверное, мы примем дополнительно все те законы, чтобы укрепить страну во всех отношениях, и чтобы нашим гражданам было приятно жить, и чтобы руки юристов всей нашей страны чаще тянулись к Конституции страны, а не к Уголовному кодексу, чтобы Уголовный кодекс уходил бы, чтобы у нас чаще звучало оправдали, поощрили, наградили, как звучит сегодня в этом зале, чем те приговора, которые, к сожалению, еще где-то выносятся, где-то, может быть, кто-то обижен, какие-то права ущемили. Чтобы в полном объеме действовала та часть Конституции, где написано, что мы имеем право делать, и что мы должны делать, и чтобы государство нас в этом поддерживало и защищало. Я, прежде всего, хотел бы извиниться перед Владимиром Буфовичем. Он последний по списку, но не по значению. Потом он из разведки. Туда тоже нельзя было взять тупого и совсем не соображающего человека. Тогда нужно было взять человека, только обязательно способного к анализу, элементарному анализу, потому что разведка – это сбор информации и ее анализ. Иначе все бесполезно. И где работал? В Германии. Если он работал бы в Афганистане, а он работал в Германии. Самая цивилизованная культурная страна Европы. Вот это как бы ему легче сегодня воспринимать. Но и у него есть слабость, у Путина. Слабость у него есть. То есть он из гнилого города Петербурга. В Петербурге, где погибла наша Российская империя. Сверхинтеллигентный город. То есть ему, Путину, для того, чтобы управлять нашей страной, не хватит азиатского характера. Россия любит кровь. Кровь не обязательно убивать людей. Кровь имеется в виду, это вот сила лидера. У него все напряглось, мышцы его видели, как Петр Первый, или Иван Грозный, Сталин даже, Жуков. А он тихий, такой нежный. Да, все. Нельзя для России. Россия требует по-другому. Диктатура позволяет реализовать мечты миллионов. Это вот парадокс истории. Демократия ведет к гибели. Вот Византийская империя, рядом Стамбул. Демократия была. И погибла целая цивилизация. Пришли варвары с Востока, и всех вырезали, всех уничтожили. А в самом византийском обществе была демократия. То есть демократия ведет к гибели. Вот 10 лет демократии в России, и мы гибнем. Гибнем. С марта 17-го по октябрь 17-го была демократия, и империя гибла. Поэтому впереди только диктатура. Под видом диктатуры закона должна быть диктатура власти, силы. Силы для защиты граждан. Иначе им будет плохо. Иначе им будет плохо. И это многие не могут понять никак. Что диктатор приходит, чтобы было хорошо большинству. Приходят демократы, чтобы было хорошо меньшинству. Но мы должны понять, что если будет демократия, то некоторое время будет хорошо меньшинство, а потом все погибнут. Потому что большинство не сможет выдержать. А меньшинство не может жить без большинства. Поэтому более плодотворна диктатура. Вот Алиенда и Пиночет. Алиенда демократ, его нету. Пиночет был диктатором и великое Чили. Мощная, богатая страна. А вы себя видите в такой момент? Я могу быть. Вот в России сколько есть 9 человек управления России. Николай Второй, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, прочие. Ельцин, Горбачев. Ничего не получается у них. Только у Сталина что-то получилось, но это была слишком жуткая диктатура. Она не годится. Но вот другого варианта диктатура, возможно, и нужна, главное. Она нужна, не потому что я хочу. Без неё Россия не выживет. Она будет дальше разрушаться. Всё хуже и хуже будет. Понужен просвещённый диктатор. Просвещённый. Диктатор и интеллигент. Умный, культурный. Сталину мешало отсутствие образования. Если он был бы более высокообразован, было бы лучше. А у меня, как раз, отличное образование. Вот философ в роли диктатора, это хорошая вещь. Это действительно благополучие, расцвет. Значит, эволюция демократа, Валим Вольфович, это диктатура? Ну, для спасения нашей страны, нашей цивилизации, наших людей. Только для этого мне лично ничего не надо. Вот я здесь в Багдаде, завтра в Билиси, пусть завтра ещё куда-то лечу. Могу дома сидеть, но население-то погибает. Каждый час в России погибает 80 человек. Каждый час. Вот мы сейчас час находимся здесь, в России ушло из жизни 80 человек. Вот эти 80 трупов положить. Это что, демократия скажет? Страшно, что вы делаете? 80 человек каждый час. 2500 в сутки. Сутки ушли, 2500 русских лежат на земле. Только демократы это не показывают. Они лежат в морге, лежат в больнице ещё уже умершие. Уже их закопали. 2500 каждый день. Каждый день 2500. 800 тысяч в год минимум. А то миллион в год. За 10 лет демократии 10 миллионов лежат в могиле. Это что? А это же нужно считать и оценивать. Нет. Нет, это заблуждение. Страх, да. Но живут большинство. Идёт развитие. Дети учатся. Никто не замёрзнет. При диктаторе ни одна батарея не потухнет. Тепло будет и сытно всем. Скучновато. Серовато. Я согласен. Не все книги выйдут, может быть. Не все художники выставят свои полотна. Но 99% граждан будут довольны. Я же жил при диктатуре, при Сталине. Мне это было неприятно. Брежнев, это тоже советский режим, диктатура. Но я видел, что абсолютное большинство материально, в смысле вот таком, в животном смысле довольны. Правду газету не любили, там, какие-то телепередачи не любили. Но сейчас вообще всеобщее недовольство. Сейчас хуже. Мы же можем сранивать сейчас. В 91-м могли не знать, с чем сравнить. А сейчас 10 лет демократов и 10 лет брежневских, 75-й, 85-й, лучше. Лучше 75-й, 85-й, чем 85-й, 2005-й. Это же и в этом сравнение. Только в этом. В любом случае, никто не будет валяться под деревьями. И никто не будет бомжевать. Никто не будет умирать в больницах. Всем будут даны лекарства, питание, работа, безопасность, возможность двигаться. Вот если мы вводим новую систему образования. Это же миллионы людей не смогут получить образование. Потому что 80 баллов он не получит в школе. Он голодный, у него тройки, четверки. А 80 баллов получат те, кто сегодня отличники. 10 процентов. 90 процентов на улицу. Это же плохо. Вот это наша сегодняшняя правительственная партия. Взяли же символом медведь. Не зайчика взяли, допустим. Не какую-нибудь там, не знаю, обезьянку или лису. А медведь. Хотя тоже самое тупое животное. Тоже. Это не самый лучший показатель. Медведь ничего не соображает. Медведь. И вот его берут символом политической партии. Тоже нельзя. Это уже не самый лучший. Пантера, не знаю. Тигр, лев. А медведь. Но опять почему берут? Это производит впечатление. Медведь угрюмый, он рычит. И лис слышит его. А если взять белочка, символ партии, ну никто не поймет, на что это белочка. Вот я смотрел по своей жизни. Мне больше делали те, кто внешне или внутренне, были моими противниками. Больше делали мне пользу. Вот Горбачев вроде ко мне относился хорошо, но ничего не сделал для меня. Ельцин враждебно, но в чем-то помогал. Чуть-чуть. То Лужкову там даст какое-то указание по Москве помочь мне. То вот со званиями, так сказать, как-то немножко. Какая-то польза была. И Примаков. Как-то мы с ним сразу отношения не поладились. Но он взял нашего человека министра. То есть вот не брали. Что он за человек вообще, Евгений Максимович, для вас? Ну он... Все-таки... Трудно было познать, что бы он хотел сделать. В любом случае он единственный в нашей стране член Римского клуба. А Римский клуб объединяет только тех, кто согласен разрушать нашу страну. То есть это политический клуб тех, кто планирует все акции против России. Самый ярый антироссийский клуб. Называется Римский клуб. Тройственная комиссия. Парижский и Лоновский клуб, это уже коммерческие, так сказать, по кредитам. А вот Римский клуб, это политический. Тройственная комиссия, это уже политический. Мы же эту правду узнаем, когда мемуары будут о нем. С наших спецслужб. Но тот факт, что бомбили Югославию, он знал, что будут бомбить и летить все равно в Америку. Это самолет разворачивать зачем? Ты лучше дай в Югославию наши современные самолеты. То есть многое он бы мог не делать. А когда 10 лет назад была война в Писийском заливе, он же активный участник этого. Он же мог предупредить Саддама Хусейна, что не влезай в Кувет. Американцы ждут повода, что ты влезешь в Кувет, тебя накажут потом. Афганистан. Поднимите архивы. Брежнев же запросил ученых. Что скажут ученые о возможности введения войск в Афганистан? Ученые ответили. Можно войска вводить в Афганистан. Подпись по этой докладной. Директор Института Востоковедения Российской Академии Наук СССР. Климаков Евгений Максимович. Сейчас уже такой этап, когда уже нельзя шутить. Поэтому если будет погибать страна, все равно мою правоту признают. Но она не сможет погибать. Опять же, ее спасают огромные территории. Запад не допустит ее гибели, потому что как управлять этой территорией? Что здесь будет? Это толпы бандитов здесь сколько будет. В каждой области будет банда. Нас нельзя трогать сейчас. Если по-настоящему поставить политику, они нас будут кормить. Запад будет нас кормить. Сидите, сидите, ничего не делайте. Отдыхайте. Вас 140 миллионов, мы вас прокормим. Из Африки вытянут деньги дополнительные, из Латинской Америки, из Азии. Только сидите, чтобы не было никакого взрыва. Громохнется эта махина, и от Европы ничего не останется. Вон, от ящера бегут. Гибнет Европа, ящер. А это все это рванет. Воды нечистые. Понимаете, что? Если здесь рванет, то подземные воды, этот отрава придет к ним. То есть планета-то ведь, она же не изолирована. В этом смысле мы должны быть благодарны коммунистам. За огромное количество ядерного оружия, химического оружия, бактериологического. Ядерные отходы куда девать? Во всем мире атомная энергетика, за ней будущее. Куда ядерные отходы отвозить от этих атомных станций? В Россию. Для них это единственное спасение сегодня. А для нас в будущем источник энергии. Сегодня нам плохо кажутся ядерные отходы к нам, а завтра у них кончится все. Уголь, газ, нефть и атомная энергетика. Она же требует сырье. А сырья нету. У нас оно. О, птичка. Вот бы ее бы сейчас тоже из ружья так. Видишь, вот ружья нету. Вот вчера ехал, быстро шли, скоро, сейчас медленно идем. И они сидят, как в тире. Сидят пташки. И помощники никто не колышется даже. Чтобы ружье, патроны. Чтобы я получил удовольствие. Удовольствие мало получаю. Мало получаю удовольствие. Алкоголь не нужен. Мне курить бросил. Может быть, курить начать? А? Все мы разные с вами. Вот мы здесь стоим, а миллион в тюрьме сидит. Чего они в тюрьме оказались? По своей глупости. Не воруй. Не воруй. Можно честно заработать. Это от собственной глупости. Честно. Кто-то пьянствует все время. Зачем мог пить? Ну не надо пить. Курить не надо. Есть другие развлечения. А ты райпистом. На наших девушках, на молодежи, на стариках. А курить пить не надо. Я имею в виду, по-хорошему ты играешься. Договориться там, что-то поиграть, пошутить. А когда алкоголь, он мозги туманит. А тем более наркотик. Это вообще чушь, так сказать. Самогон, может быть, и так уж вреден. Но тоже увлекаться не надо. Привыкает организм. И тяжело. Повторяю, на 20 лет меньше живут вообще наши люди. Вот сидит как раз. Вот, как раз. Вот, отлично. Давай ружьё быстрее. Самый раз. Как в тире. То есть, если идти пешком, ничего не найдёшь. А здесь едешь, всё-таки что-то попадает, какая-нибудь живность. Его можно убить. Вон, опять летит. Как раз. Хорошо. Хорошо летят они. Вот. Опять. Вот она села. Вот я за её долбану. Вот ещё. Вот и сейчас сидит. Во. Ну, я же просил, ружьё мне заряженное пускай принесут. Я сам заряжу, пускай несут ружьё быстрее. Ну. Про вас говорят, что у вас личный стрелок. Они большие. Ну. Отлично. Не знаю. Так вообще. Из 196 я выбивал. Из мелокалиберной винтовки. А пистолет 27 получалось. Но редко. Из 30. Из трёх. Глаз не тот. Всё. Время-то идёт. По молодости глаза хорошо. Лет до 30. В 30 лет стал портиться. Женя. Давай мне. Давай сюда, вот сюда пропусти. Не заряжен? Эй. Любимое моё ружьё. Все, да? Плохо. Не любите меня. Всего 5 патронов, ну. Да не наши какие-то. На медведя, что ли? Любимое ружьё. 30 лет ему. Из 16. Не слежу за ним. Не смазываю. Ничего не делаю. Ничего не делаю. Вот. Теперь надо открыть окно. И как появится ворона, так мы её и... Вот так вот хорошо охотиться. Видишь? Вип охота. Люкс. Сидишь. В люкс-вагоне и ждёшь цель. Только где на цель-то? Замёрзнешь? Мартовский ветер. Надо, чтобы были смотрящие вперёд. Глубаков. Спустись-то на подножки вагона и смотри вперёд. Как появится вороньё, ты мне дашь сигнал. Где? Где, где? Ничего не видел я. Не обманывай. Скорость большая. Усилилась скорость. Поезд. Чё он так быстро пошёл? Нет ничего. Когда не было ружья, было полно ворон. Как принесли ружьё, всё. Ничего нету. Закон подлости. Нет ничего, Глубаков. Не жалей себя. На подножку встань и смотри туда. Чё ты жалеешь себя? Замёрзнешь, заболеешь. Ну что делать? Видишь, дальше от города. Никого нету. Они же хитрые птицы. Надо было прям в Лугограде охотиться. Как ехали по городу, там полно было. А здесь теперь всё. Где летит? Где летит? Ты не то видишь, летит. О, далеко. Далеко. Но две. Где? Ну далеко. Вот что ты. Вот они. Далеко. Да скорость большая. Но удовольствие. Где? Сидит? Вот сидит она, нет? Ну где сидит? Она же слишком далеко. Птички. Птички. Видишь, как хорошо. Охота с вертолёта, да вот с поезда. А? Прям на цель. Вон гнёзда есть их. Значит, они-то поехали, полетели корм искать. Где? А? Ушла, ушла. Она чувствует? Чувствует она, ушла. При коммунистах они стаями летали, общинами. А сейчас перестали. Индивидуалы. Ну где вы, птички? Где эти божьи твари, а? Ну гнёз много. А? Где? Вот она, вот она, вот она. Ну вот она, ну. Это ближе была, а я на дальнюю. Порох не наш. Наши патроны лучше пахнут порохом. Ну последний. Э, вот птичка хорошая, блядь. В оранжевом костюме, блядь. А? Хе-хе-хе-хе-хе. Работяги. Может, курицу подбить, а? Собаку. А вот, куры ходят. Куры, куры, куры. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Праздникам я устроил. Патроны? Лобаков, давай патроны ещё. Патронов нету. Хе-хе-хе. Куры толстые были, чёрные, жёлтые. Нет патронов, а? А? Нету? Сейчас принесу. Вот лучше всего. А? Андрёш, ты сидёшь? Где? Кто сидит? О, вот сидели. Вот я бы я обязательно из этих... Эту старку обязательно бы попал бы. Вот сидят. Вот, чёрт, патроны где? А ты, чёрт возьми. О, как раз для меня-то они. Вот они, все сели-то. Вот они сидят. Я вызывал симпатии, чисто физически. Я это замечал. Например, в школе мне ставили пятёрки, тогда, когда я отвечал на четвёрку. Я знал, что я чисто симпатии вызываю людей. Кудрявенький, голубоглазенький такой, скромненький, интеллигентный такой какой-то. Был совсем наивный. Я же не был. В школе я был обычный, я такой мальчик. В ВУЗе тоже мне часто стали высокие. Я и знания были. И то же время какие-то... Я чувствовал внешние симпатии. Вот познакомили меня, допустим, там. Это было. Так что это было. Вот чувство ещё есть, личное качество ещё есть. Когда человеку хочется сделать больше, чем он этого заслуживает, или чем есть реальные возможности. Друзей мало было. Чисто наличных друзей мне не везло. А вот с преподавателями, завкафетры, декан, ректор. Вот я пошёл к ректору, к директору своего ВУЗа, Ковалёв Александрович. Он мне лыжи купил. Не было у меня денег. Я пошёл, говорю, ну что, вот всем дают лыжи, они спортсмены, я хочу тоже лыжи. Ну, пиши заявление. И дал деньги из своего фонда. А вы помните всех, кто сделал вам добро? И кто зло делал от первого удара, кто меня побил в детстве, вот там, с 5 лет, допустим, до 55-50 лет, я всё помню. Все мои удары, там, 10 раз меня кто-то побил, попал в какие-то неудобные ситуации. До всего хорошего. Когда первые 3 рубля мне подарила тётка, мне было 12 лет. Первый подарок. Мне 12 лет, 25 апреля 57-го года. Мне это 3 рубля. И что я сделал? Вот оно, лучшее доказательство моего внутреннего такого культурного уровня. Я пошёл и купил авторучку. Любой мальчик, там, купил бы наган, пистолет, там, не знаю, сигареты. А я пошёл, купил ручку. Я хотел писать. Я ждал 1 сентября каждый год. Я не хотел болтать по улице. Я хотел учиться, 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 учиться. Я сам покупал книги. Книги, вот, и там, они копейки стоят, да. Да? И в детстве мальчик, мальчик. Ну, я вот это хотелось мне. Познать мир, быстрее познать его. Я поэтому ехал из Алматы. Мне хотелось, где-то Москва, что там, эти все там. А я здесь, Алмата, не котируются. А я рванул, бедный, без чем я приехал. Кошёлка у меня была с бельём и клубника. Мать дала, чтобы я дал в приёмную комиссию. Клубнички. Я её в камеры хранения оставил во Внуково. И не смог даже это исполнить, как говорится, совет матери. То есть, без чего приехал. Но хотел. В 64-м. Последний год Хрущёва. Ещё была настоящая такая, как бы, ну, остатки той хрущёвской демократизации. То есть, университет пытался принимать людей с провинции. МГИМО было наглухо закрыто для меня. А университет последняя хрущёвская осень. 14 октября его сняли. То есть, я как-то к нему испытываю какую-то нежность, потому что при Брежневе я бы уже не поступил. Всё же, жутко, доменклатура, там, списки, звонки, всё, не пробить. А я успел, вот эта последняя хрущёвская осень. Всё, для меня она была, как бы, вот, уже 65-й год, уже пошли эти Даниэль, Синявский, пошёл там закручивать гайки, и всё. Уже я бы, я бы никуда не пробился. А? Стипендии и мама присылала. Вот, получалась вторая стипендия. Она 30 рублей, 35 и стипендия 35. Вот, 70 рублей у меня было. Два рубля в день. Я ходил бедно одетый. Ну, на питание в основном ходил. Общежитие заплатили 3 рубля, копейки. Я не подрабатывал. Но уже на пятом курсе я раньше всех стал зарабатывать официально. То есть, стажировка была официально, на ставку принимали. И в радиокомитете, и в ГКС у меня первая ставка была инженер, 120 рублей. Я обрадовался и написал маме письмо. Всё, больше не присылай. То есть, за полтора года до окончания вуза я её освободил. Был мой подарок к ней. У неё в марте день рождения. Как раз я ставку получил где-то с 1 марта. И написал ей, всё, вот мой подарок к тебе на день рождения. Больше мне денег не присылай. Я сам себя уже обеспечиваю. Мне жалко было мать. Ну, чё она ничего не видела в жизни. И так это и снова-снова на меня тянутся. И я был рад, когда я смог её от этого дела освободить. И из-за границы подарок привёз ей в первую очередь. Я ещё не был женат. И с удовольствием ей привёз подарок. Подарил. По образованию сейчас рассматривается новый закон. Он, видимо, окончательно будет утверждён. Новая система. Когда выпускные экзамены не будут устраивать для школьников. И вступительные в вуз не будут. А те, кто добросовестно учился 11 лет. У него хорошие оценки были. То по сумме этих оценок он без экзаменов будет иметь право поступить в любой вуз страны. Ну, свой темпераметр, энергетик, пребывал в том самом состоянии, в котором он был до 1986 года. Вот что было? Ну, я как раз где-то с 1976 года, с 1975 года я получил возможность работать как адвокат. И к 90-му году накопил 100 тысяч рублей. Брежневских. Это стоимость 10 машин Жигули. Я планировал, что если не было перестройки, держать деньги в банке, 2% годовых получалось каждый месяц 200 рублей. Я бы ушёл с работы. Эти 200 рублей мне бы хватало бы. Я бы жил на эти 200 рублей, и у меня был позыв, какой-то уже такой творческий, написать какую-то книгу, или так вот где-то ходить, как проповедник, там, не знаю, может быть, там, преподавателем где-то я стал бы работать. Ну, и адвокатом продолжал. Только я вёл крупный, с тошка, я ходил при коммунистах и думал, неужели вот так будет всю мою жизнь. То есть Брежневский режим, он был стабильный, но стабильность была в том, что, допустим, на праздники я доставал с трудом заказ. Только на праздники. В котором была рыбка, колбаска, там, какие-то, может быть, редкие сладости. А так я у себя в доме в Москве, это, внизу на первом этаже был магазинчик, там у меня был кефир, я мог купить, там, колбаса варёная или, бывает, там, полукопчёная какая-то, типа, одесской. Даже сгущёнка была в дефиците. То есть политической жизни не было. Меня это очень угнетало. Я думал, неужели вот так, 90-е наступит год, 2000-й, мне уже будет 50, там, 55, и вот так всё это будет длиться. То есть режим угнетал. И люди должны были или уезжать, или катяжесть с самоубийством, или спиваться, или уходить в какие-то религиозные секты подпольные. Я бы не ушёл никуда. Я бы вот всё-таки, наверное, вышел бы на какие-то политические круги, которые нелегально всё-таки планировали создание каких-то структур. И Амер в 77-м году уже вышел на них. Анатолий Анисимов, он сейчас священник в Иваново. Было бы интересно с ним увидеться, вот. И он единственный свидетель, который может подтвердить, что я начал заниматься в то время ещё нелегальной политической деятельностью, вот, в год принятия последней советской конституции, Брежневской. 77-й год. Почему говорят мне иногда, что Жириновский что-то связан с КГБ? Я не связан с КГБ. Но КГБ получило установку от Горбачёва всячески блокировать Ельцина. Им понравилось, что я иду против Ельцина. То есть они где-то как-то мне симпатизировали, что они выполняли задание Горбачёва. Вот, вот, Жириновский долбает его на каждом митинге. То есть совпало задание Горбачёва для КГБ, помешать Ельцину на выборах. И моя собственная позиция, иначе я не смог бы участвовать в выборах. Я долбал всех. Но в первую очередь Ельцина, поскольку он был, говорится, кандидат номер один. Остальные там Бакатин, Шелрышков, Тулеев вообще его знать не знал, Макашов, они были слабые для меня. Вот, на всю критику на Ельцину обрушил. И получилось совпадение. КГБ докладывает Горбачёву, всё, долбаем Ельцину на каждом митинге. А долбал я. И это Собчак, находясь в Кремле, покойный, и слышал Горбачёву, молодцы, там он, смотри, Жириновский долбает. Они решили, что это мне давал задание чуть ли не Горбачёв. И с этого момента меня Ельцин ненавидит. То есть я был вынужден с ним бороться. Я же был кандидатом от другой партии. И вот с того момента он меня возненавид, потому что все его не трогали. Рыжков, Бакатин, близко. Единственный, кто на всю страну орал, что если Ельцин придёт к власти, то разруха, война, распад страны, преступность, всё, и всё случилось, к сожалению, был я. И ему это особенно было противно. Вот можно каким-то образом это перечислить, то, чего вы предрекали, или предлагали, или думали, вот оно... Ну вот я за 10 лет, даже 12 лет, вот 12 лет политической деятельности. Первая программа партии, там был самый первый пункт. Переход к губернскому делению. Вот самый первый пункт. Это был 89-й год. Декабрь 89-го года. Пожалуйста. Уже тогда в программе было реально заложено то, что стало сегодня. 99-й год. Мы издаём брошюру. Уже реально показываем. Семь губерний. Мы называли это кругами. Взяли самые минимальные. Лучше, может быть, даже 12-15. Мы взяли семь. Дали их границы, столицы, и всё совпало с указом президента от мая 2000-го года. Через полтора года указ один к одному издаётся. Это, конечно, вот. Я предрекал, что мы встали на защиту ГКЧП. И сегодня диктатура закона в путинском изложении, это приблизительно приближение к тому ГКЧП. Остановить разрушительный процесс. В 93-й год мы не поддержали ни Кремль, ни Верховный Совет. Но поддержали указ Ельцина о приостановке Конституции и о проведении выборов. В 93-й год я активно участвовал в подготовке новой Конституции. Собчак вёл это совещание конституционное. А я был... Опять вот, чем мне нравился власти. Я сам от себя говорил, какой должна быть Конституция. И совпадало с ними. А их апологеты не могли это доказать. То есть, кого они послали на совещание, не могли отстоять их позицию на конституционном совещании. И всё то, что в Конституции появилось, президентский режим. В России может быть только монархия. Когда они социально называются, президент, генсек, но только монархия. Только централизованная, и сегодня и Путин это делает. Другая внешняя политика, и мы её меняем. То есть, вот это вот им понравилось. И, собственно, было совещание в Кремле. И Ельцина решил мне именно выступить. Кто я такой? Там депутаты, всё. Кто такой Жириновский? Решили выступить. Потому что он понимал, что если я, обращаясь к губернаторам будущим, что-то скажу, это как-то повлияет на них. Я им сказал, что и эта Конституция нужна. Вот проект её. За него нужно голосовать. Это был октябрь 93-го года. Где-то, ноябрь. И в декабре, только благодаря мне, Конституция была принята. То есть, страна живёт в рамках Конституции, которую приняли мои избиратели. Все, кто голосовали за ЛДПР, именно их голоса были засчитаны за Конституцию. Потому что иначе бы Конституция не прошла бы. И Базюганов обращался ко всем, что голосуют за КПРФ, но ни в коем случае не поддерживайте Конституцию. А у него сторонников куда больше, чем у меня. Поэтому Конституция принята только сторонниками ЛДПР. Наконец-то импичмент. Мы тоже не считали нужным проводить формулу коммунистов. Это привело бы к обострению резкому в стране. И мы сорвали этот импичмент. И Ельцин ушёл с власти. Только наши голоса. Если бы мы дали свои голоса, всё, был бы импичмент. И было бы резкое обострение обстановки в стране. Были бы запрещены коммунисты, распущена Госдума и другие сложности. То есть каждый год мы делали то, что приносило пользу нашей стране. Чечня. Мы сделали только силовой вариант. И он наступил в сентябре 1999 года с опозданием на 5 лет. Мы говорили по внешней политике. Всё и происходит сегодня. Поворачиваемся на юг, Иран, Ирак, Дальний Восток, Корея и так далее. То есть всё, что 12 лет мы говорим, устройство государства, переход к реальному делению, внешняя политика другая, централизация власти, другое отношение к приватизации. Вот единственное, чего не сделали ещё, и мы это предлагаем уже много лет, это всеобщая экономическая амнистия. Это нужно всем. По-моему, сейчас об этом говорят. Да нет, ну говорят, что толку. Говорят и арестовывают, говорят и сажают. Быков в тюрьме. Посмотрите, Быкова вместо Лебедя, и край расцветёт. При Лебеде он загнивает. А Быков в тюрьме. Коняхин Ленинск-Кузнецкий в тюрьме. Клементьев в тюрьме, переживила в тюрьме. То есть продолжается политика советского режима. Талант в тюрьму или в эмиграцию. В этом просчёты нынешней власти. Я им всё время говорю. Всех из тюрьм выпустить. Всех простить. Всё легализовать. Деньги положим в банки. Вся страна положит в банки, и уже будет 100 миллиардов. Только в стране они в чулках. В чулках 100 миллиардов. Вернём все деньги сюда. Даже Ельцин семья, простите, это ваши деньги. Но пусть работают на российскую экономику. Всем простить. Гусинского простить. Березовского. Всех. Бородина. Все на родину. Все работать. Все деньги в экономику. И за год, за два страна зацветёт. Заблагоухает. Но пока вот не делают. Вот чья эта земля мы едем? Чья земля мы едем сутки? Она ничья. И никому не дадут её. Никому. И поэтому человек бесхозный, он ходит как бомж. А когда это его берёзки, он рубит дрова, пилит, продаёт. Избушка. Мёд у него там. Зайчишка. Там мочёные яблочки. Он что-то делает. Шурудит. Работает, работает, работает. Дочь удачно выдал замуж. Сын удачно женился. Что-то ещё. Сторожем работает. Лесником работает. Но мы ему возможности не даём. Сейчас нужно заселять её туземцами. То есть американцы убивали туземцев. А судьба России позвать туземцев. Вот афганцы. Они более безобидны. Потому что они фарсоязычные. Они смогут сплатиться и не с кем сплачиваться. У нас тюркоязычное население. Мусульмане. Вот 2, 3, 5 миллионов. Засунуть их в глубинные районы России. А сербов позвать. Болгар позвать. Поляков позвать. Украинцев позвать. Немцев позвать. Только они их опять смогут сделать. Всё так сделано будет, что никакого отрицательного влияния не будет. То есть афганец будет жить, мужчина, в русской семье у одинокой русской женщины. Он будет у неё помощник по домашнему хозяйству. И получится, как у Черномыдина. Знаете, хотели как лучше. Да. Вот Черномыдин, он... Она будет им командовать. И рядом не будет ни одного афганца. И так мы расстелим по всей стране на всех этих афганцев. То же самое афганская женщина. Она будет у одинокого русского мужчины в доме. Помощница по домашнему хозяйству. Имеется тут совсем другой подход. А не то, что сделал Иосиф Бростита. Хотел создать Великую Югославию. А пока он умер, теперь создается Великая Албания. На территории и на костях сербов. То, что я всё это знаю. Историю, все эти ошибки. Ни в коем случае репрессии. Я соберу всех, кто выехал из Советского Союза. С 17-го года это около 20 миллионов гуляют. 20 миллионов. Высокообразованных, с деньгами. Они все приедут. Потому что я им буду гарантировать, буду собственность. Все усадьбы им верну. Всё они построят здесь. Все деньги используют. Это вот всё имеет вот такая мощь. Учёным дам дорогу. Которые наработали столько изобретений сегодня, что страна в два года очень высоко поднимется. За кого же вы голосовали? Да не надо. Я не был у вас, кроме этого, губернаторы. Максюту вы избрали в декабре прошлого года. Где ваша логика? За кого голосовали? Ну вот вы не голосуйте за них. Вообще не голосуйте за них. И тогда Путин назнается на новую управляющую. Везде заменили, кроме Новоградской области. Везде заменили на генералов ФСБ. Единственные честные офицеры остались в ФСБ. Только у вас эти жулики остались на месте. Уже в наглую стоит и улыбается он стоит. Все, ты довольны. Вас оправдывают каждый день. Мы тебя арестуем всё равно. Все вы мордацы, Максюты будете сидеть в тюрьме. Все. Сегодня улыбайтесь, потом вас будем уничтожать. Судить будем. И как гусинские, бризовские, никуда не сбежите. Время пришло другое уже. Всё. Ну, мне и так приятно. Он с людьми пообщался. Вижу их слезы, вижу их радость. Они тянутся. За что-то они любят меня. Я же, как говорится, такой, каков я есть. Ну, если бы Явелинский сошел бы, они бы так к нему не бежали, наверняка бы. Да? Или там Немцов. Поэтому во всех малых городах очень хорошо относятся. А это полстраны живёт. Полстраны живёт в малых городах. Остальная половина в больших. В больших камнях хуже относятся. Нам же мешают. В некоторых станциях саботаж. Не объявляют, что мы приезжаем. Это вот... Ещё нет выборов. А когда выборы начнётся, ещё больше саботаж. На телевидении не прокручивают наши кассеты. То есть замалчивают всю информацию. Если бы Жюганов ехал, его бы показали сейчас. Показали бы обязательно. И Краснодар, и Волгоград. Показывают только коммунистов, они им нужны. Чтобы вот, мол, вот они есть, они опасны. Я вашу поездку какую-то нам показал, я видел по центральной. Это мы дали. За деньги прокрутили наши кассеты. Мы даём. Так что замалчивают полностью. Вот я был в Коломенском. А Жюганов провёл под Москвой какое-то своё совещание. Его показали, меня с ним показали. Всё. Явлинский дочихнул, показали. Я провёл какой-то митинг, шествие. Ярославский возраст не показали. То есть я это всё вижу, фиксирую. Поэтому обманчиво впечатление. Я за демократию. Но демократии нету. Показывают тех, кто нужен для определённого, так сказать, политического винегрета. Был бы я чисто русский, жил бы я в семье профессора, был бы я коммунистом. Конечно, я был бы, наверное, как Явлинский Гайдар. Но я был гаврош, сирота. В национальном регионе, так сказать, БП. Меня долбали, меня кидали. Я бедный, я замерзал. Мне холодно. Ни квартиры, ничего нет. В армию меня взяли одного. Весь курс разобрались. В МИД, за границу. А Жириновский в армию. Что, мне приятно было, что ли? Тоже? Как в ссылку, давай. А этого можно, потому что он безродины, безбезословный. Кто он такой? Нищий. Кто он такой? Вот и всё было ещё 30 лет назад. А когда с отличием закончил. Я отличник учёбы, меня в армию. Эти пьянствовали все 6 лет. Заграничную работу. Дипломаты они. Ну что это? Но я, как бы, имел смелость. Был смелый. Это, как бы, вот, меня научило говорить. Сейчас, вот, некоторые депутаты 8 лет в Думе, до сих пор не научились говорить. Они молчаны. Это нужна привычка. Это с детства нужно быть таким вот говоруном. Везде. В Атага, Мальчишеча. Меня часто выбирали старшим где-то. Потому что я быстро говорил, быстро реагировал. Даже в футбол. Я играл плохо, но меня назначали капитаном команды. Потому что я хотя бы расстрелял их быстрее. Я не был таким уж прям футболистом. Но я хотя бы командовал там. Ворота сюда поставить. Давай, пошли, давай, нападай. Чего стоишь там? Переоденься. А другой, может быть, умеет всё делать, но молчу. То есть мне повезло с природой, что я всегда говорил. Говорил, говорил, говорил. Надо мной нет никого уже. Всё. Над вами ваш редактор, там, хозяин компании и так далее. Над Зюгановым Карл Маркс. Да? Там над Явлинским американское посольство, не знаю. Там над Немцовым, там, Чубайс там сзади стоит. То есть за всеми кто-то стоит. Кардинал или кто финансирует, или кто командует. Надо мной никого нет. Вот я могу пить, есть, всё, что хочу делать. Только я сам даю оценку себе. Общество даёт. Но, как бы, нет надо мной решения начальника. Всё. В этом смысле я, может быть, самый счастливый человек. Мне никто не указ. То есть есть люди богатые, богаче меня. Есть люди, у которых больше партия. У меня коммунисты. Но с собой только у меня. Только я могу взять поезд по всей стране. Отвести окно и шарахать поворотом. А жены испугаются, как общественное мнение. Что скажут те, другие. Выпить. Вот. Пожалуйста. Они испугаются. А вдруг кто-то подумает, что ты алкоголик, да? А вдруг там члены партии не так оценят. А что скажут журналисты? А мне наплевать. На них на всех вместе взятых. На журналистов. На коммунистов. На всех остальных. Человек должен быть свободен. Свободен. С кем живу? Как живу? Что ем? Как одеваюсь? Никто мне не указ. В этом счастье. А не счастье построить коммунизм. Это страшно. Страшный обман. Его никогда не будет коммунизма. Вы что, стоит у меня пять рюмок, да? А я, может, хочу теперь ликер еще, да? А подавай мне теперь бренди. А подавай мне джин, да? Ну? А подавай мне поросенка сюда, да? А подавай мне цвят табака. Человек не остановится. Невозможен коммунизм. Ну? Вот вы на работе. А у меня сейчас и работа, и отдых. Вот моя свобода. Вот есть колбаска вот такая, есть вот такая. Понимаете? Разная. И я решаю, какую взять. Ну, в жизни ничего без плата не бывает. Вы, наверное, что-то заплатили, чтобы сейчас быть свободны. Да. Что? 40 лет терпения. Вот в Библии, эти библейские цифры 7, 40, да? Ну, я ждал ровно 40 лет. Родился в 46-м. Только в 86-м началось какое-то движение у нас, перестройка, да? 40 лет я ждал, терпел. И вот сейчас я 15 лет наслаждаюсь. Я, господин, в своей сфере. Меня знает вся планета. Вся планета. Поезжайте в Чили или в Индонезию, Зюганов не поймут, что это такое, Явлинский. Называйте Жириновский, вам скажут, знаем такого. ЛДПР знают. То есть не просто вся страна знает, весь мир. При этом я честен. Я понимаю, что надо заботиться о наших гражданах. Я о себе не заботюсь. Но параллельно получается мне тоже неплохо. У вас есть вот какие-то люди, с которыми вам просто хорошо общаться? Не о политике, не о чем, а просто о жизни, я не знаю. Из своих близких? Да. Ревность, зависть, ничего хорошего. А сын, он пока не... Он не мой. Как бы не мое продолжение. То есть он из другого совсем поколения, другая порода. Он коренной москвич уже, он как бы воспитан по-другому. То есть он... Я лично вас убеждаюсь, что сын никогда не повторяет отца. Никогда. Нету соратника, и это хорошо. Но и близкого, теплого такого родственника, который мне было приятно. И это хорошо. Нету того человеческого, и не надо мне этого. Иначе это меня размягчит, и, так сказать, я превращусь в какого-то слезняка. Мне это не надо. Это хочется мне иметь. Такого соратника, близкий родственник, сын там, племянник. Но, видимо, я как бы уже оторвался от них, от всех. У меня другое видение, мне непонятны их привычки, желания. То есть, ну, другой мир, другой мир. Я стараюсь... Вот у меня автомобиль со стеклом. Я загородился. Все. Кнопочку нажал, стекло закрыто. Нет их, не вижу, не слышу. А сколько человек с вами остались в протяжении 12 лет? Очень мало. Очень мало. Так что вот все 12 лет со мной кто-то был бы. Мало. Единицы. Это из-за вас или из-за них? Из-за жизни. Просто они находят другие варианты. Я не мог платить хорошие деньги. А вы тяжело расстаетесь с ними? Конечно, удобнее, когда все знают свои люди, которыми уже все отработано, чем с меня начинать. Но некогда мне переживать. Переживать мне некогда, что вот они ушли, и я как бы с ними расстался. То есть нет такого у меня состояния, что ох, как мне хорошо с этими людьми, да как мне жалко, что они ушли. Это все подавить, всю эту плаксивость, все это женское начало, черствость, сухость. Умер, все. Бог дал, Бог взял. До свидания. Все. Все спокойно. Заболел, все, болеть. Надоело уже это все. Поминки, поминки, похороны, болеют, разводы, жаловаться, плакать, слезы, слезы, слезы. Вот, понимаете, только письмо. Вот, письмо, мама, я еще живой. Отец, я вчера убил двух бандитов. Вот мне такое письмо нужно. Понимаете? Это же день победы. Мама, мы не все домой вернулись, там строчка. Я переделываю. Папа, мы не все вернулись. Обращения к отцу нет до сих пор. Все письма мальчиков, мама, а где папа? В песне мама опять, где папа? То есть постоянно женское начало. Не плачь, сынок, какой не плачь? Хорошо, вы на собственном опыте ощущаете, ваш сын пишет вам или маме? Наверное, маме. Никому он не пишет. И ничего не пишет. Он молодец, суховатый такой, черствый. Вы с каким настроением просыпаетесь обычно? С отвратительным. Чтобы снова видеть все то, что происходит в этом мире. Те же проблемы. Люблю субботу утро, когда еще хоть два дня таких, более-менее свободных. Ну и то увидите. Вчера митинг, сегодня вы. Так что. Извините. И эти дни тоже такие у меня. Но вот несколько дней в году, когда так приятно, так затища какое-то, в общем-то, раздражают мелочи. Крупное меня не раздражает. Но приходится до сих пор саму решать все, потому что ленивые, тупые люди окружают, безответственные. Все приходится контролировать. От гайки на автомобиль до поездки, не знаю, в Багдад или в Париж. Я повторяю Россию. Весь мир не любит Россию. И меня никто не любит. Россия богатая страна, но не может этим богатствами пользоваться. И за это ее не любят? Я обладаю огромными знаниями, но не могу ими воспользоваться. То есть я повторяю свою родину, как она есть. Мы и счастливые, и несчастные одновременно. Я не испытываю радости от того, что у меня вот все есть. Я курил любые сигары, самые дорогие. Пил любые напитки. Любое питание. Но я не испытываю от этого радости. То есть это не цель моей жизни. Это собульдущие. А ты этого тоже устаешь, Владимир Владимирович? Устаю. Устал есть, пить. Все сексуальные контакты. Надоело уже, надоело. Сколько можно? Я не против стать отцом. Но вот, как у молодежи, секс ради секса, мне это уже совершенно не интересует. То есть бывает мужчина импотент, ибо это не интересует. А меня это не интересует, потому что это перестало быть каким-то элементом спортивного какого-то достижения. Вот там, какие-то у меня там встречи, какие-то переживания. То есть меня интересует страна моя. Я вот наслаждаюсь, еду по ней. Я всю ее прополз. Всю. Облетел на самолете всю. На автомобиле объехал всю. А количество костюмов у меня было 200. Мне это не интересует, да? Условно так назовем. 200 женщин. Не интересует меня это, допустим. Там, выпитая бочка вина, там, или водки, или пиво, мне это не интересует. Это совершенно меня не радует. Меня радуют люди. Их глаза. Когда я машу им рукой, и они тоже рады отликнуться, чтобы им помочь. Снова туда, где море огней. Снова туда, с тоской, господи. Светит на жертвах, фанфары, кремя. Вовремя ждет, путь сменей на кровах. За смертью играю. Смел и дерзок, боль влюб. Все загинает, все сполкает вокруг. Слушая стриму, даму ложатся твук. Смажут с улыбкой, как храбрый шум. Да, я шум, я взорваюсь на шторм. Смажут на зону, даму ложатся твук. Они от меня, дороги, дороги. Никогда не дадут руки. Цветы роняют лепестки на весонах. Никто не знает, какой путь одинок. Сквозь ночи и ветер мне идти суждено. Нигде не светит, нет одно я в окно. Устал я, береза, у чужого дня. Но где же сердце, что полюбит меня? Живу из-за власти, боль свою задая. Всегда быть в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok